Женщина за рулем троллейбуса. Этим, пожалуй, никого не удивишь. В нашем городе их более ста, а это третья часть среди мужского водительского состава. Кстати, в Гродно впервые дама села за руль троллейбуса в 1975 году, через год после начала деятельности троллейбусного управления. Женщина, она всегда женщина, она всегда относится к своим обязанностям более добросовестно. Есть такие женщины у нас, которые порой и мужчинам показывают пальчиком, для того, чтобы они более добросовестно выполняли свои обязанности водителей троллейбуса. В том числе, неоднократно мы и женщин ставим в пример, и нашим молодым водителям, что вот, смотрите, милые женщины, милые дамы, вот работают у нас, столько лет работают. Конечно же, это все сказывается, все влияет на то, что к нам идут в том числе и женщины. Далеко не во все профессии такие сложные, которые могут наряду с мужчинами работать, идут именно женщины. У нас, конечно, мы здесь впереди планеты всей. Женщинам и мужчинам много лет приходится трудиться наравне, поэтому и проблемы в взаимоотношениях полов почти не возникает. Как-то расходимся так, мирно. А как Вы считаете, а кто лучше водит, кто лучше справляется с задачами вождения троллейбуса? Ну, конечно, женщины. Девушки, женщины лучше справляются. А почему? Не знаю, у них лучше получается. А вот определить, у кого водить получается лучше, помогает конкурс профмастерства, который каждый год проводится в троллейбусном управлении. На теоретическом и практическом этапах отбирались достойные среди водителей женщин и мужчин. И в этот раз водители упорно соревновались в знаниях правил дорожного движения, в умениях применять должностные инструкции и навыках вождения. Сейчас очень важно не только перевезти пассажира, но и сделать это качественно, комфортно. Мы боремся за своего пассажира, хотим, чтобы потребители наших услуг получали хорошую услугу. И этот конкурс этому помогает. И вот от того, что наши водители сначала прошли теоретический экзамен, потом практическое вождение, конечно, это, наверное, в будущем даст какой-то результат и в части обслуживания пассажиров. В этом году в конкурсе участвовали все, без исключения водители. А лучшими в общем зачете стали среди мужчин Святослав Матурнак, среди женщин Тамара Колесник. Профмастерство высокого уровня вновь показал Евгений Майоров, который и на республиканском уровне занимает призовые места. На конкурсах в Минске. Скажите, а довольны ли вы результатами конкурса водителей в этом году? Ну, вы знаете, я каждый год доволен. Потому что важно, наверное, не только что результат, а важно то, что люди участвуют, повторяют правила дорожного движения, правила обслуживания пассажиров, свое мастерство. Они обмениваются своими навыками. И это, конечно, дает пользу в целом делу. Руслан Муслицкий водителем троллейбуса работает 8 лет. Ежегодно участвует и в таких конкурсах. Говорит, несмотря на опыт постоянный, все равно присутствует волнение. Кстати, в этом году Руслан занял третье место. Уже по инерции все этапы выполняются. Ну, каждый год правила у нас меняются. То приходится читать, повторять, вспоминать, изучивать. Самый сложный конкурс? Для меня? Да. Это сегодня был. Потому что, как бы... Как он называется сегодня? Скоростное маневирование. Ну, вот у меня просто каждый раз вот с одним водителем, вот с майоровым Евгением, вот идет соревнование между собой. То есть, кто будет первее. Вот это вот каждый год и волнение вот это вот. Ну, сегодня вот я раньше немножко с этапа ушел. Ну, Женя чуть-чуть раньше. Ну, все равно, как бы, есть стимул, чтобы стремиться вперед. Каждый из нас наверняка был свидетелем картины, когда только приемники, а в народе их называют врага, сходили с провода. Оказывается, чтобы поставить их на место, нужно предложить силу, равную 14 килограммам. Да, наверняка хрупкой девушке тяжело справиться с такой задачей. Однако специальное обучение и каждодневная практика дают о себе знать. Со временем приходят навыки, но у меня получилось, что я сразу села и поехала. Тамара Колесник – водитель опытный, седьмой год за рулем троллейбуса. В свое время 15 лет отдала химическому производству, потом решила попробовать себя в качестве парикмахера и секретаря. Но все померкло в один миг, когда увидела объявление о наборе водителей троллейбуса. Когда я сюда пришла, у меня было 10 лет стажа на категорию «Б» на великолупном транспорте. Я водитель, мне не очень нравится. Умеет Тамара и из сложных ситуаций на дорогах выходить, и с пассажирами ладить, а еще и быстро ставить на линию троллейбус. Подумаешь, что дождь, и с ляготий приходишь, и все течет. Но для этого нужно просто стараться ездить так, чтобы ничего не терять, и чтобы ничего не падало. Поэтому и не божь, не грязно, и не набивать ничего не божь. В общем, нормально. Тамара всегда любила большие машины, поэтому выбрала троллейбус. Когда-то мечтала водить и большие грузы, и бороздить автобамы Европы. Однако расставаться с семьей надолго не смелилась. Вот и осталась верна своей профессии. И менять ее не собирается. Вот сколько я отработаю, сложностей, эффекта вопросов. Не было с пассажирами. Это, ворот, всегда с улыбкой, никаких, одни комплименты. Претензий никаких, наоборот, одни комплименты. Мы очень рады. Вот так, лихо проходя этапы скоростного маневрирования, оставляет далеко позади соперниц второй год подряд Тамара Колесник среди женщин первая. Субтитры создавал DimaTorzok